Всем привет, многоуважаемые танкисты, вы на канале Фропс, и наконец-то спустя долгосрочное время я выпускаю новый ролик. Сегодня у меня на обзоре Т-80Б, вы его все прекрасно знаете, танк находится на 10.3, и это достаточно интересная машина на этом БЛ. Сегодня мы посмотрим, как он играется в реалистичных боях, как он играется против НАТО-танков, ведь нужно учитывать то, что на 10.3 еще у нас есть, и интересный Абрамс начальный, который достаточно имбово себя ведет, и его очень сложно пробивать, играя на Т-80Б. Это я вам так немножечко закинул информацию. Сегодня мы все посмотрим, сегодня мы все узнаем. Как всегда, поставьте лайк этому видеоролику, подписывайтесь на канал, все необходимые ссылки находятся в описании, а мы погнали к обзорщику. Итак, дорогие друзья, первая карта Заброшенный город, я забыл отключить автоподключение к уже идущим боям, но ничего страшного, я думаю, все будет нормально, и по таймингам я не сильно так... Хотя, на самом деле, по таймингам тут все очень плохо у меня будет, но если там уже кто-то стоит, значит, там уже точно кто-то есть, я могу объехать, значит, я получу маслину, а вздыхать в начале боя как-то не хочется. Что хочу сказать первое про Т-80БМ, у нас отрусуют какие-либо нормальные УВНы. Минус 5 вниз, и если я не ошибаюсь, плюс 17 вверх, минус 5, естественно, нам не хватает, у натотанков больше, они могут играть в более интересный геймплей, чем мы, мы можем играть, считайте, только на городских картах, и на таком небольшом рельефе куда-то выкатываться, куда-то подкатываться, благо скорость нам позволяет, у нас 70 км в час, газотурбинный двигатель, это, кстати, первый вообще, на первой 80-ке, который здесь установлен, первый газотурбинный двигатель, и он показывает себя довольно-таки неплохо. Я, честно говоря, не помню, у меня фулл исследованный Т-80 или нет, но, по-моему, нет, как раз-таки движка у меня и нет, но 70 км в час он реально набирает, но не больше. Естественно, по пересеченной прямой местности там вообще все идеально. Танк довольно мобильный, но при этом он достаточно маленький, то есть помимо того, что у нас нету вэнов, мы еще и обладаем таким маленьким ростом, что делает нам геймплей и еще хуже, нам приходится выкатываться практически во все, скажем, во весь корпус, скажем так, и играть с полностью открытым вверхом. Я слышу звуки справа, мне это не очень нравится, я слышу звуки сзади, я слышу везде звуки, и как будто куда вот бы я бы сейчас не стал, меня убьют везде. У нас есть еще и тепловизор на этом танке, да, вот он, я его включаю-выключаю. Качественный он или нет, определяйте сами, но для меня он нормальный. На 10.3 ожидая чего-то лучшего я бы не стал. Естественно, у нас есть и СВ-шка, на которой теплот, естественно, лучше, но это как бы и премиум танк, они прокачиваемые. Так, по-моему, спускается вниз. Вот этот леопарк распустился вниз. Сейчас попробую вот так не идутся. Вот он куда-то вот туда уехал. Мне это не очень нравится. Он меня может перехитрить, но я надеюсь, что... Я надеюсь на его ошибку, на его глупость. Я могу заехать как-нибудь с левой стороны, но он в любом случае, у него выгодная позиция, он находится ниже, чем я. И вот она, кстати, вот эта тема, про которую я рассказывал, вот она вот эта тема, про которую я рассказывал, что у нас очень плохие ОВНы, и я вот, например, не мог сейчас реагировать на второго леопарда. Я вообще не понимаю, зачем я приехал именно на центр этой карты, потому что мне здесь явно ничего не светило, но тем не менее, вот что будет, первый бой вообще комом, надеюсь, следующие бои будут намного интереснее, и я не забыл включить вот эту штуку, точнее, выключить, потому что нет, уже ищем боем. Поэтому погнали в следующий бой. Пока по динамичности танчик неплохой, но ОВНы, вот я говорю, это вот главный минус этого танка. Пока что у него... Вот, все прекрасно, кроме ОВН. Погнали в следующие бои, может быть, и карта попадется получше, и они заберутся. Ну что, дорогие друзья, вторая карта. Золотой карьер. Довольно холмистая карта, и в то же время городская. Я сейчас попробую на точку Б проехать, так аккуратненько, чтобы не попасться под рез вражеский. Ну, я думаю, этого не получится сделать, потому что я ркожок, всегда мне где-то не повезет, или меня где-то заблочат тиммейты. Играем мы, кстати, куда мы попали. Мы попали, по-моему, да, мы на своем боере играем, это Турамсы, это Ак... Ой, Аксы, я говорю, 38. 38. Я даже видел, кто-то, да, вертолет взял. Так. Против нас, кто играет? Опять же, все НАТО и Китай. Все НАТО и Китай. Это дефолт для советских машин, очень сложно. Играть против немцев. Я не знаю, почему в немцев в последнее время после патча почему-то не регает урон. Либо, ну, я куда-то просто не туда стреляю по привычной своей манере, куда я всех обычно пробивал, и там все с первого раза залетало. Сейчас вообще, ну, что-то странное происходит. Если у вас так же, напишите в комментариях. Возможно, это я просто рукожопа, и у меня там что-то не получается. В каждом из боев я почему-то забывал сказать о том, что Т-80 еще и обладает контактом один. Я не могу сказать, что контакт это какая-то сверхымба, но иногда что-то дауны танкует, особенно против кумулятивной струи, он иногда спасает. Но не всегда. Вот, например, у меня некоторые бои были, когда у меня стоковые леопарды пробивали с кумулятива только так в порт. Ну, хотя тут очевидно в порту и немного контактов, чтобы они хоть как-то тебя защищали, но тем не менее. Такое было. Немного странно, учитывая, что вот еще, типа, едем бортом. И, кстати, ну, заметьте, да, ну, типа, ну, я стреляю в борт, и, как бы, снаряд... Я не исключаю, кстати, вот этой возможности того, что я, ну, попал, ну, слишком кривожопа. Но, блин, ну, вот что это? Ну, типа, второй раз подряд, ну, серьезно? Ну, это смешно. Если я... Ну, это вообще смех. Два раза, типа, ну, два раза. Я не исключаю того варианта, что я должен был под башню, типа, стрелять, и я бы его 100% бы убил. Но первый выстрел, ладно, я согласен. Там, возможно, я как-нибудь, ну, мисснул жестко. Второй выстрел, там не было снарядов справа внизу в боевую кладку. Но третий выстрел, я же, типа, забираю уже 100%, типа, два члена экипажа, учитывая, что я еще одного надамажил. Но они просто красные, типа, они не умирают. Это супер странно. Но, опять же, я не исключаю того, что я, типа, ну, гений. И я просто не туда выстрелил. В принципе, вот так и есть. Но немцы почему-то очень сильно жрут урон от советских танков, я не знаю почему. Еще я не понимаю, по какой причине у меня не удается записать нормальные бои на Т-80. Почему-то всегда на запись у меня какие-то неадекватные бои, где просто ноль фрагов даю, умираю. И так каждый бой. Раза в раз. И я не могу сделать нормальный полноценный геймплей. Единственное, что я могу по ходу делать на этом танке, это очень быстро передвигаться. Потому что скорость позволяет. 50... 50 км в час сейчас было. Я очень быстро доехал до до центра карты за считанные там минуты. Наверное, надо было бы выбирать левый рест, либо выбрать правый рест и ехать на точку С, а там движника намного больше. Так. И никого на респе особо не вижу. Поэтому, я думаю, можно закатиться сюда. А я как-то и не особо кого-то слышу. А нет, вот. Слышу, вот кого-то вот здесь слышу. Очень близко вот здесь кого-то слышу. Если заехать вот за этим полным, я думаю, там кто-то будет стоять. Это дизельное движок, как будто-таки это что-то из американской техники. Могу ошибаться. Он слева вот здесь где-то стоит. Он меня тоже, скорее всего, услышал. Его, кстати, убили. Это была бегля. Это нифига был американец. Это была бегля, которую уже наказали и которой нет смысла дальше ехать. Турмс. Там был мертвый кайлер. Я просто езжу по всей карте и не могу никого встретить. А кого встречаю, тот меня убивает. Так. Так, так. Может быть, на респе кто-нибудь будет. Пожалуйста, хоть кто-нибудь покажись мне. Да, я по тебе постреляю. Либо ради чего? Я тогда просто проезжаю все эти километры на карте. Так, это... Да, это же мертвый типчик. Это... Вот оно. Вот оно. Сейчас он меня убивает, смотрите. Повезло. Оцелот. Такой маленький Юркий, почему-то он меня увидел очень поздно. Ну, а там еще кто-то есть. Вулкан, что ли, или кто это? Давайте попробуем заехать. Сейчас он, скорее всего, рестница, и это... Ой-ой-ой, я такое сейчас ошибку делаю. Рядом с ним респ, а я рядом с ним прокатываюсь. Это очень плохо. Так. Вулкан. Или кто это был? А нет, что-то из китайского. Даже... Блин, я впервые вообще эту машину вижу. Так, БМП-3. Это свой. Лучше я здесь никого не слышу. Было бы разумнее поехать уже на левый респ, но тут уже заканчивается бой. Опять бой ни о чем, два фрага только в конце. Если смысл вставлять весь бой, я думаю, нет. Я думаю, я его нарежу, и вы его увидите вот так. Не особо второй бой что-то нам да и показал, поэтому переходим к следующему бою. И, кстати, вот про что я говорил, движок у меня не вкачанный. Итак, дорогие друзья, третья карта американская Устинья. Вот это интересная карта, потому что она, можно сказать, как полноценно городская. У нас еще и крутой рез. Я не думаю, наверное, что хорошая идея вот здесь будет проезжать, но, блин, давайте попробуем. Давайте попробуем. Не вижу. Или есть смысл включить плак, я может быть так даже лучше увижу. Я кого-то поставил на двигатель. Кто это был? Это был, по-моему, Абрамс был. Это, по-моему, Абрамс был начальный, да. Надо срочно еркнуть вот сюда, иначе меня убьют. Надо срочно заерчить сюда. Все, отлично. Я и так свечусь на карте, в принципе, меня и так все видят, потому что меня подбили. Тут еще наша вертушка. Неплохо. Ага, ну вот он, кстати, Регер ПУ. Знакомьтесь. Значит, там стоит Абрамс, плюс стоит Леопард. Леопарда убивают. Я убиваю Абрамса. Отлично, Леопард отвернулся. Он не понял все равно, откуда убили его товарища, поэтому... Поэтому и его поставим на двигатель. Я, кстати, заметьте, я три выстрела, даже четыре и все в движок. Блин, а если я буду стрелять... Я не понимаю, куда ему стрелять. Не особо светится. Вот и все, идеально. Второй фраг. Истов Бартину забрал. Ну, тут Леопард просто не понимал, откуда по нему стреляют. Два чувака у меня сзади. Я почему-то забыл его смотреть на мини-карту, а ведь что она существует. Так. Таим, смотрим, хлопаем глазами. Кто он здесь? А у нас здесь критический выстрел, знакомьтесь. Знакомьтесь, критический выстрел в борт Леопарду, донатному, если что, как бы, да, идеальный урон. Опять же выношу наводчика и командира и он меня убивает. Интересная механика с четырьмя членами экипажа. Очень интересная. Обожаю ее. Кстати, если кому-то понравился камуфляж от Т-87Б, то ссылка в описании. Это не реклама, если просто он вам понравился, то там по ссылке в описании переходите на сайт ВТ-Лайв, сможете его скачать и уже просто поставить на свой танк. экипаж достаточно, экипаж говорю, камуфляж достаточно красивый, мне нравится. Новый, прикольный, зеленый, парадный. Так, ой, это откуда сейчас было? Это, это вон там было, да? Вот и все, вот и все. Теперь РПУ сыграла на меня. Мне два выстрела каких-то законтрила, либо от своего и от этого Абрамса, либо от какого-то другого щелика, я не понял от кого. тем не менее третий бой уже намного лучше, чем предыдущие два. Здесь хотя бы три фрага уже есть и одна помощь. И здесь хотя бы геймплей на городской карте уже практически раскрывается. Здесь мы уже можем заметить, что вот такие карты это стезя Т-80 Б, и он себя здесь раскрывает полноценно. так Т-72 Б меня 89 года страдает на это накидывает Ага, рак блин, как он отлетел? Что? Опа, welcome to bug Это наш стреляет или 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 наверное наш здесь еще кто-то был кто-то был кто-то был по 80 по 72 собрал его видимо уже убили на либо он закатился сюда за правое здание в принципе по динамике вы можете заметить то, он Т-80 довольно таки неплохой но минус я еще кстати один обнаружил это слабый поворот башни уж очень медленно иногда башня поворачивается и вот когда вы вот так за угла смотрите отъезжаете ну вот вы можете заметить насколько долго у меня поворачивается башня налево приходится очень долго ждать из-за этого мы теряем драгоценные нам секунды иногда можем не успеть довернуть на какого-то противника хотя можно и довернуть корпусом но не всегда это возможно например когда вы стоите на гусле или на движке я бы даже сказал это практически нереально справа от нас какой-то нато танк какой-то нато танк не понимаю кто это скорее всего обрис а вот он было бы прикольно если бы он откатился я слышал вот здесь кого-то вот я услышал агс а только не с той стороны кстати почему-то мне послышалось что он был слева это вот такой третий бой он намного уже намного активнее активнее чем второй и первый первый у нас вообще там что-то не задался а вот в третьем хотя бы четыре фрага и одна помощь как я уже и говорю вот такая городская карта ну плюс-минус городская карта да все-таки с элементами некоторого ландшафта присутствует вот такая карта это стезя т80b потому что здесь можно где-то укрыться за зданиями где-то поиграть от башни даже да иногда потому что она танчит и в принципе спокойно дать свои фраги какой-то вот такой третий бой погнали к заключительному хотя я бы еще наверное два сыграл потому что первые два это вообще ужас вот только этот бой получился нормальным поэтому погнали к четвертому бою четвертый бой у нас происходит на карте морской терминал я не хочу ехать по третьей линии я скорее всего но спасибо турмсу вот останься там очередное пиво которое пытается вас затаранить это дефолт попробую проехать куда-нибудь направо вот они животноподобные существа те они здесь попробую проехать куда-нибудь направо и возможно даже заехать куда-нибудь к точке С попробую там подловить по респауну кого-нибудь может быть кто-нибудь да как-нибудь будет проезжать и я его в борт поймаю хотя я очень сильно вот сомневаюсь потому что потому что почему да потому что меня вот здесь могут убить я вижу уже беспилотник который который просто летит куда-то 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 чел так есть ли смысл остаться здесь и посмотреть проходки я думаю есть потому что там бэшка вон она есть я думаю даже вот здесь кто-то будет а здесь реально кто-то будет потому что по звукам он здесь существует это это абрамс это дорогие друзья мой любимый абрамс опачки и я что делаю правильно добиваю рпу знакомьтесь дорогие друзья что вы знаете об рпу рпу это действительно крутая штука вот например я сейчас не пробил абрамс он меня сейчас убьет нет не убьет знаете почему не убьет а потому что у него потому что у него аккумулятивы пускай она стреляется и я сделаю жестко серьезно даже под башню не залетит ладно а я-то думал а я-то думал но у него были аккумулятивы поэтому он меня и не убил что удивительно кстати потому что контакт один обычно с кумулятивами не справляется и смотрите куда он меня выстрелил я к ним должен был убивать даже мне повезло меня убивают за тз2 а сзади я почему-то я почему-то его не услышал из-за других посторонних звуков леопарда почему-то я упустил из внимания из внимания эту штуку эту штуку под названием за тз2 опять как всегда сетап американцы всегда вот против меня обычно американцы до шведы американцы до шведы постоянно не люблю я играть против шведов особенно вот на этом бэре потому что CV очень быстро она так же как и мы занимает позицию так при этом у нее еще и нормальный поворот башни существует DM33 лом если я не ошибаюсь по-моему да DM33 и что и да и по скорости она довольно-таки быстро она тоже занимает позиции очень быстро неожиданно вот кстати за тзшка ошиблась одна ошибка и ты ошибся друг мой око за око око за око глаз за глаз зуб за зуб есть ли смысл ехать на точку с я думаю есть я думаю есть как будто китом что-то можно интересно поймать так К-50 ну К-50 это дефолт без хвоста лететь и пытаться кого-то забрать еще так Абрамс был на этой точке туда накидывается еще артиллерия а не только там Абрамс там не только один Абрамс по звукам по звукам там еще один который скорее всего меня убьет потому что он меня слышит 100% не может быть такого что он меня не будет слышать здесь а серьезно то есть так просто а ну это обычный Абрамс на 10 и 3 кстати знакомьтесь вот так вот он выглядит вот так вот он в борт разбирается здесь еще один танк сейчас надо пойти помочь Турмс и во воду а его убили кстати кому помогать мне бы мне бы кто помог на самом деле на этом бэре не знаю не знаю наверное нету смысла захватывать точку ц я поеду в обратном направлении два фрага я уже сделал одну помощь дал за ТЦ отомстил ну Турмсу почти помог почему-то я в киллфит не посмотрел что ох ты ох ты какой прикол я думаю вы по карте увидели да вот здесь пикалеха была из двух танков не понял кто там был правда ты 80 от швеции так точку б захват и вот я пожалуй поеду на лучше на точку б изгоняю там я хотя бы собью очки попытаюсь сбить очки какой джет летит так и мне маякают не маякают вы видели да что в меня прилетело у меня прилетел птур насколько я понимаю да да это это супер интересно как меня сейчас он убил довольно таки прикольно какой вывод делаем по четвертому бою да никакой я рукожоп вот такой можно сделать вывод карта опять же карта неплохая для 80 2 кила можно было дать и больше можно было и убить сейчас вот этого второго абрамса которому я заходил спину можно было и убить вот эту затузешку если бы я выстрелил в нижний бронелист а не в башню как по дефолту к нато танкам я стреляю почему-то иногда у меня случается брейнлаг и я иногда китай убиваю по-другому вот давайте перейдем к последнему бою уже точно к заключительному этот бой был неплохой но не сказать что это лучший бой для завершающих поэтому погнали к последней ну что дорогие друзья заключительная карта космодром не самая лучшая карта для того чтобы проводить заключительный бой ну а что делать такая вот выпала и сейчас посмотрим что тут можно сделать здесь кстати не особо много каких-то ландшафтных местностей здесь больше плоскость можно попробовать даже на центр карты приехать и там попробовать что-нибудь разрулить там попробуем что-нибудь сделать опять же как я уже сказал до этого в предыдущих боях у меня здесь не был прокачан топовый двигатель но сейчас я как-то его вкачал и как будто знаете не особо много что-то поменялось все осталось на своем на своем уровне пострелили сейчас тормса я смогу к сожалению ничем помочь на его месте мог бы быть я и я бы 100% уже умер такая судьба у тормсоводов к сожалению унылая и быстрая а вот такая судьба в принципе у абрамса который не умеет слушать что происходит на карте она да она мертвая она уже мертвая я не буду захватывать точку дабы не привлекать себе внимание хотя уже и так многие знают о том что я уже здесь присутствую как минимум меня уже должно быть слышно есть ли смысл смотреть направо я думаю есть вот один из них так звук справа я слышу ли это мой движок я вот иногда не понимаю снова поменяли звуки в артандере снова непонятно что к чему снова приходится привыкать к новым забывать о старых так с каждым патчем кстати СТРВ достаточно интересная машина которая сейчас должна умереть была должна была умереть я надеюсь меня сейчас не убьют я его спокойно заберу все отлично боеукладка знаем где находится БК тогда стреляем и он умирает правда с третьего раза он умер но ничего страшного в любом случае это наш фраг он только наш так пума понял а вот он по звукам кто-то есть о не попал кстати не попал леопард а он меня может убить спокойно если честно у него кд быстрее чем у меня но я убиваю оказывается у него кд амеда чем у меня либо у него просто не асы стоят либо там просто игрок у которого слабая реакция так будет ли еще кто-нибудь да это все мое я уже испугался я подумал что мне кто-то уже в борт заехал так давайте посмотрим кто есть там там у нас никого нет хотя там кто-то мог находиться поэтому респауна я не думаю что там кто-то будет спавниться хотя хотя все может быть вот мертвый надо заехать сюда опачки вот это мне очень сильно повезло я почему а почему его не увидел кстати а ну потому что он в кустах 100% был надвешен меня сейчас кстати я подсвечен на карте я не должен дальше ехать лучше выключить тепловизор потому что не заметить это была севи снова снова сетап американцы шведы как всегда а когда а когда не было сетапов с американцами и шведами вот когда их не было я не могу никого что-то за гранью моего обзора что ж такое попробуем давайте попробуем очень опасно прокатываться вдоль респауна особенно когда он открыт вот он там находится не хочу этого делать я так боюсь точнее это делать так а кто это у нас может быть кто кто воин нас подбили нас подбили вот почему я не хотел кстати крестпавна ехать а ну это обычно за и су 572 вообще халявный фраг наилегкий абсолютно наилегчайший а кстати его убили я надеюсь что его убили потому что я что-то это был абрамус нет это был леопард ну они практически идентичные практически что-то танчит мои ламы что это танчит мои ламы ничего как бы не меняется но единственное да кстати вот еще один минус я совершенно забыл про него сказать меня убивает где-то левее респауна это медленное поднятие опускания ствола ну что я думаю неплохой последний бой давайте переходить к выводам переходя к выводам про т80b я не могу отнести этот танк к топам я не могу отнести этот танк к полному куску говна почему это среднестатистическая машина то есть на ней может играть абсолютно каждый здесь есть неплохой лом здесь есть неплохая броня она иногда танчит иногда не танчит но в большинстве случаев не танчит поэтому на нее не надейтесь но она как бы здесь есть и слава богу неплохая броня в башне по некоторым боям которые я играл скорее всего они не войдут в выпуск но броня здесь реально прикольная она что-то да внимает в себя и иногда вы остаетесь живым скорость 70 км в час газотурбинный двигатель опять же это просто идеально для этого танка вы занимаете первые позиции можете забирать большинство танков в борт но если вы попадаетесь против сетапа Америка Швеция то ну на что-то большее рассчитывать не стоит потому что ну довольно-таки сложно против севишек различных играть они все-таки большие но и занимают достаточно интересные позиции которые иногда прочитать просто нереально и невозможно вот такой я могу сделать итог по этому танку с вами был Фропс всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписки все необходимые ссылки в описании а также ссылка на этот прекрасный камуфляж всем спасибо всем пока пока субтитры